СТВАРАЛЬНИКИ ПЛАТФОРМЫ ГОЛАС И НОВАЯ БЕЛАРУСЬ ЗРАБІЛИ И УЖО ТЫСТУЮТЬ МАБІЛЬНУЮ ПРАГРАМУ БЕЛАРУСЬ АЙДЫ, ПРАЗ ЯКУЮ МОЖНА ПРАГАЛАСАВАЦЬ. АЛЕ НАЙПЕРШ ТРЕБА БУДЕ ПАТЬВЕРДІТЬ, ЧТО ВЫ ГЭТА ВЫ. ТАМУ АПРОЧ СМАРТФОНА З ДОСТУПАМ ДЕ ІНТЕРНЕТУ І ВІПІЯНУ, КАЛІ ВЫ У БЕЛАРУСІ, СПАТРАБІЦЦА ПАШПАРТ. ДІЙНЫ ЦІ ПРАТЕРМІНАВАНЫЙ ДЛЯ ТЫХ, ХТО НЯ МОЖА ТРЫМАЦЬ НОВАГА. ЇНШЕ ДОКУМЕНТЫ НЕ ПРЫМАЮЦЦА. І ГЭТА... З ГЭТАЙ ПРЫЧЫНА НЕ ПРАГЛАСУЄ ЧАСТКА БЕЛАРУСАВ У ЗАМЕЖЖЫ. А НАКОЛЬКІ АКТЫВНА БУДЮЦ ГЛАСАВАЦТЬ ТЫ, ХТО МОЖА І ХОЧА, ЗАЛЕЖАЦ АД НЕКАЛЬКІХ ФАКТАРАВ. ПРАГРАМА МАЯ БЫЦ ЗРАЗУМЕЛАЙ, КАРЫСТАЛЬНІКІ УПЕУНІНАМІ, ЧТО ГЛАСУЮЦ АНАННІМНА, І ЇХНЕ ЗВЕСТКІ НІХТО НЕ ЗБІРАЕ. ГАЛОВНАЯ ДЛЯ БЕЛАРУСАВ, ЯКЕ ЖЮЮЦ У УКРАЇНЯ, КАБ НА СМАРТФОНІ НЕ ЗАСТАЛОСЯ СЛЯДОУ ПРАГРАМЫ ПАСЛЯЯ Є ВЫДАЛЕННЯ. ПІЩЦ ЧЫМ ПРАГРАМА ТРАПІТЬ У ВАГУЛЬНЫЙ ДОСТУП, ЄЇ ПРАВІРАЮЦ БІЛАРУССКІЯ КІБЕРПАРТЫЗАНЫ. ЧАСУ НА ПАУННОВАРТАСНЫЙ АУДЫТ ЇМ НІ ПАКІНУЛІ. АЛІ БЕГЛА АВІВІСКАВАЙ КІБЕРПАРТЫЗАНА ПАГЛЯДІЦЬ НА КОЛЬКІ БЕЗПЕЧНЫЕ ГЭТЕЕ ПРЫКЛАДАНІ. НА ДАДІНЫЙ МОМЕНТ ЯНИ КАЖУТЬ, ЧТО НЕ МАХЧІМА ПОЛННОСТЮ БЕЗПЕЧНЫ СПАМПУВАТЬ І ПОТІМ ВИДАЛІТЬ ПРЫКЛАДАНІ, КАЛІ ПАМПУЮЩ НА АЙОС СІСТЕМЫ З АПСТОРУ. І ХОЧЕ ЗАВСІ ТОІ ЖСАМЫЕ МОЖНА СКАЗАТЬ І ПРА АНДРОЇД СІСТЕМЫ. ТАМОЙ КІБЕРПАРТЫЗАНЫ ВЕЛЬМЕ РАЮЦ, КАБ ЗРАБІЛІ ВЕП-ВЕРСІЮ. КАНДЫДАТЫ У КАРДЫНАЦІЙНУЮ РАДУ І ЖУРНАЛІСТЫ ОТРЫМАЛІ МАХЧІМАЦЬ ПРАГАЛАСАВАЦЬ У ТЕСТАВЫМ РЕЖЪМІ. СПРАБУЯМ І МЫ КАМАНДАЙ ТЫДНЯ. ПЕРШЫ ВЕРІЯНТ ЗАІНСТАЛЯВАЦЬ ПРАГРАМУ ПРУФСПЕЙС АЙДЫ АМЕРКАНСКАЙ КАМПАНІЇ ЗАКАГРУП. У ГЭТЫМ ВЫПАДКУ АУТАРЫЗУЮМСЯ І ПРАХОДІМ ВЕРІФІЦЮ ПРУФСПЕЙС, ПАЧАС ЯКОЙ СТВАРАЕМ ЛІЧБАВОЮ ВЕРСЮЮ ПАШПАРТА. ПАСЛЯ ГЭТАГА ВЕРТАЕМСЯ НА КРОК АУТАРЫЗАЦЦІЇ ГАЛАСАВАННІ У ПРАГРАММІ БЕЛАРУСЬ АЙДЫ. ПРАГАЛАСАВАЦЬ УДАЛОСЯ. ДРУГІ ВЕРІЯНТ СПАМПАВАЦЬ МАБІЛЬНУЮ ПРАГРАМУ АДНОВАЙ БЕЛАРУССІ. РОБЯМ ГЭТА НА ИНШИМ СМАРТФОНЕ И СПРАБУЕМ ПРАГАЛАСАВАЦЬ ЯЩЕ РАЗ С ТЫМ САМЫМ ПАШПАРТАМ. КАБ ПРАВІРЫЦ ЦІ ДАЗВОЛІЦ СІСТЕМА ГАЛАСАВАЦЬ ДВОЙЧЫ. НЕ ДАЗВОЛЮЛА. ЗАСТАЛОСЯ ПЕРАКАНАЦЦА, ЧТО БЕЛАРУСЬ АЙДЫ ЯКАСНА ВЕРЫФІКУЕ АСАБІСТЫЕ ЗВЕСТКІ. У ПРАГРАМУ УБУДАВАНАЯ СІСТЕМА ВЕРЫФ ШАНАВАНЫЙ У СВЕЦЕ КАМПАНІЇ, ПРАЗЯКУЮ АУТТАМАТЫЧНА ПРАВІРАЮЦ ПРАУДІВАЦЬ ДАКУМЕНТАУ МИЖ ЄНШАГА ТАКІЕ СТАРТАПЫ И КАМПАНІЇ, ЯК БОЛТ, СТАРШИП, ВІЗА. Такие фирмы, как ВЕРЫФ, появились для того, чтобы подтвердить с одной стороны личность соответствующих человека, а с другой стороны избавить крупные бизнесы от необходимости работать с серьезными персональными данными, типа паспортных данных, биометрических данных и так далее. Такие фирмы, которые проверяют документы, убеждаются, что человек действительно существует и, соответственно, их бизнес базируется на соответствующей репутации, что они не имеют поддельных людей. Репутация ВЕРЫФ УЗМАЦНЯЕ ДАВЕРДЫ БЕЛАРУСЬ АЙДЫ, АЛЕЦІ СПРАУДІТЬ ПРАГРАМА НАШЕЙ ДАКУМЕНТЫ НЕ ГОРСЧИМ СЯБРА ВЫБАРЧЫЙ КАМИСІЙ НА УЧАСТКУ У БЕЛАРУСКАЙ ШКОЛЯ. ПРАВЕРЫМЦІ МОЖНА ПАДМАНУЦЬ ПРЫКЛАДАННІ БЕЛАРУСЬ АЙДІ. ДЕЛЯ ГЭТАГА НА АЗГОДУ УЛАДАЛЬНІЦЫ Я АДСКАНУЮ АПОШНІ СТАРОНКІ ПАШПАРТУ, ЗАКІНУ ГЭТЫ СКАН У ФОТОШОП, ИЗМЯНЮ УІМ ФОТО НА СВАЁ. КАЛИ ПАДЧАС ВЕРЫФИКАЦИИ ПРОГРАМА ПАПРОСІЦ И ФОТО ПАШПАРТУ, И МОЁ СЕЛФИ, ТО ВЫЯВЫТ ВАРУСУ ПАДУЦЬ, АЛЕ ЗВЕСКІ ЗАСТАНУЦСЯ ЧУЖИЯ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА БЕЛАРУСАЙДИ ПРЫНЯЛ АМАТОРСКУЮ ПАДРОБКУ, ВЫРАБЛЕННУЮ ПРИ ДАПАМОЗЕ ФОТОШОПУ, ХАТНИГА ПРЫНТАРУ И ОФІСНЫЙ ПАПЕРЫ. ЗНИЩАЕМ ПАДРОБКУ ВЫКОРЫСТАНУЮ, ТОЛЬКИ ДЕЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТУ. И ПЫТАЕМСЯ У РАСПРАЦЁННИКА ЧЪМ АБУМОВЛЕННАЯ НИЗКАЯ ЯКОСТЬ ВЕРЫФИКАЦИИ, ЯКАЯ МОЖА СТАЦСЯ ПРЫЧЫНЫЮ МАССАВЫХ ФАЛЬСИФИКАЦИЯУ. У НАС СЕЙЧАС ТЕСТОВАЯ ВЕРСИЯ, ОНА СКАРЕЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТАБУ ПАКАЗАТЬ ПРОЦЕСС, ПАЭТАМУ, ВО-ПЕРЫХ, ТАМ ОТКЛЮЧЕННАЯ ЧАСТЬ ПРОВЕРАК, А ВО-ВТАРЫХ, ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО ДАЖА ТЕ ПРОВЕРКИ, КОТОРЫ У НАС СЕЙЧАС ПАДСВЕЧУЮЦЮЦЮЦЮЦЮЦЪ КАК ПРОВЕРКИ С ПАВЫШЕННЫМ РИСКОМ, ПРОПУСКАЕМ, ПТАМУ, ЧТО МЫ САМИ СМОТРИМ, КАКОЙ ПРОЦЕНТ У НАС ПОТЕНЦАЛЬНО ТАКІХ РИСКОВАНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ. У МЭТАК БЕЗ ПЕКІ ВЫБОРЦАУ ТРАНЗАКЦЫЙ АНАННИМНЫЯ. ГЭТАК ВЫГЛЯДАЯ НА ДАЖБОРДЕ ЗАПИС АБ МАИХ ДЕЯННЯХ. ВЕРЫВ И САПРАУДЫ ПОДСВЯТЛИУ ЗНАК РЫЗАКЦИ, АЛЕ ОДОБРЮЮ ПОДРОБЛЕННЫЙ ДОКУМЕНТ. НА РЕАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ВЕРЫФИКАЦЮ НАСТРОЯТЬ НА ОПТЫМАЛЬНЫЙ УЗРОВЕНЬ, КАЖА ПАВЕЛ ЛИБЕР. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ, ЭТО, НАПРИМЕР, КАК БЫ МЫ БЛОКИРУЕМ ВСЕ ТРАНЗАКЦИИ, КОТОРЫЕ КАЖЕТСЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ. НО ТО ЕСТЬ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ ВАРИАНТ, НЕ РАЗБИРАЙСЬ. ВТОРЫЙ ВАРИАНТ, ЭТО, ЧТО МЫ ОДДАЁМ ЭТО НА ОТКУП СИСТЕМЫ. Я ВПОНЕ ДОПУСКАЮ, ЧТО КТО-ТО СМОЖЕТ ПРОЙТТИ СУПЕРКАЧЕСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ, ПТОМУ ЧТО, НО ОЧЕНЬ ВАЖНО, У ВСЕХ СИСТЕМ ЕСТЬ СЮСТЕМ ЕСТЬ КОРИДОР ПОГРЕШНОСТИ, ОНИ ВСЕДА ДАЮТ НЕСКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ НА ТО, ЧТО ВНИ ЧТО-ТО ПРОПУСТЯТ. ТРЕЦІ ВАРИАНТ – ЭТО, СААТВЕСТВЕННО, ПОДАЗРІТЦІЛЬНЫЕ ТРАНЗАКЦЮ БУДУТ АДДІЛЬННО АУДІРВАЦЦІ ДЛЯ ТОГО, ЧТО Б РЕШИТЬ, ЧТО ЕЗ ЭТОГО ПОДАЗРІТЦІЛЬНО, А ЧТО ЕЗ ЭТОГО НЕ ПОДАЗРІТЦІЛЬНО. ЯКІМ ШЛЯХАМ ПОЙДІ ВЕРИФІКАЦІЯ ЛЮДІЙ ВЫБАРЦІ КАМІТЭТ КАРДЫНАЦІЙНА РАДЫ ЄЩЕ НЕ ВЫРАШЦІЛ. НА ДЕБАТЫ ЧАСУ ХАПІЛА, А НА ТОЙ КАБ АТКАТАЦЬ НАРМАЛЬНАЯ СІСТЭМУ ЗРЭШТЫ, ЯК ПУДУТЬ ЛЮДІ ГАЛАСАВАЦІ І ЗАУДЖАСНА НРМАЛЬНАЮ РАНІЇ Є ПРОДСТАВІЦІ. ВЫСЬ НА ГАТЫ НА ЖАЛЬ ЧАСУ НЕ ХАПІЛА. АЛЬТЕРНАТЫВНЫЕ ВЫБОРЫ ПОТРЕБНЫЕ И БЕЛОРУССКОЙ И РОССЕЙСКОЙ ОПОЗИЦИИ, АЛЛЯ ЧАМО ОПОШНИЯ ИХ НЕ ИНИЦІЮЯ. Вот я с интересом жду, что предложит оппозиция в России, потому что у нас давно не было альтернативных выборов, ровно потому что почти невозможно качественно верифицировать. Безпека выборников у Беларуси, доступность волевые улення для кожного охвотчика и урэстя махчымасть фальсификациев. Организаторы выборов мусили б развязать гэтэ проблемы тягам шастидён. Беларусы 30 годзе живуть без усягольных и свободных выборов. Голосование за третий склад Координационной Рады мелася перарвать гэтую чорную полосу. Юля Цельпук, Белсат. Юля Цельпук, Белсат. Адзначу, что есть калидор погрешностей. Вы видите, что калидор погрешностей есть во всех выборах по всем света. Идеального нема ничего, нема идеальных систем. Какие ваши варианты в этой ситуации? Глядите, первое, мы это обмераковали в последний раз уørтер с Павлом Либером. Домовлялись о том, какую ширину будет калидор погрешностей. И то, что было продемонстрировано у репортажа, дрячу, дякую, зараз, как вы все разумели, это, саправды, тест, и саправды, он там пропускает, и мы будем бачить, коли там есть риска. Программа, значит, будет поправленная. Программа будет настроенная. Повышенный порог. Мы робим повышенный порог недопуск. И позбавить некоторых голосов. Мы повинны, и вчера было просвечено в нашем поседжене, знайсти баланс, помеж тем, как люди с реальными пашпортами могли проголосовать, у них-то там светла не будет хапать, у когось там загнутая сторонка. И тем, как мне было убросов. Но я бы сказал, что точно такие же докладные пытания стоят и у живой комиссии на выборчих кропках, там, когда приходишь, там живые люди. Так само можно зарабить подробно. Вы же не будете справдить, что это пашпорты, потому что система не дает такой махчымасти. Система может дать такую махчымасть. Мы не хочем брать на себе отказность залазить в персональные дадзины людей. Потому что один из чинников, которые мы декларовали в этих выборах, что мы не глядим в персональные дадзины людей, не опрацовываемых и не захватываемых. Другой момент. Киберпартизаны сумняются у бесспецы. Бо мы сфальшовали документы, проголосовали у тестовой версии. Гэтага у сего недостаткова. Киберпартизаны кажуть так само, что у них было мало часу на тестование гэтага. Ну, у них было мало часу на тестование. И они сумняются у бесспецы. Я думаю, что лучше, что мы можем в связи с гэтом сделать, это поднять завтра гэты пытания и у выборчай комиссии обмерковать гэтак скарноценно рано. Подарславація, гэтага не будуць эксперименты на беларусах у дни выборов. Слухайте, что вы называете экспериментами на беларусах? На бесспецы беларусах? Гэтага вельми серьезная пытанья у сегодняшних умовах у Беларуси, внутри краяны. Мне подается, что мы живем у эксперименте. Вы берете на себя отказность за гэты эксперименты? Как выборчая комиссия... Кали пытание стоит про то, как человек выдалил приладу, не покидаючи следов, то тут безпеки нема ніякой. Выборчая комиссия бере на себя такую отказность? С патрую слов. Выборчая комиссия некальки раза у трансливала, я могу повторить зараз. Але так си нея. Мы отказываем за то, что выканываем положение. Мы разумеем, что может быть ризыка. Каб вы разумели, неводного человека в выборчай комиссии нема с технологичным альбо техничной эдукацией. Мы так сама довераем той платформе, якую нам пропануть. Мы не можем ее проверить, кроме, как тестируя самостойно. Тому мы кажем, поважаные беларусы, есть то, что есть, примайте решение. Кали вы не довераете и кали вы личите, что это занадто высокая рызыка. Олег, это уластная рызыка. Олег, это уластная рызыка, кто примает такое решение. Я зразумею. Что может быть подставой непризнания выбора? Есть что-то такое? Конечно. Что это? Это могут быть просто технично, я не ведусь, бой. Умовно кажучи, все зламалось. Выборы не отбылись. Альбо это может быть какая-то досатака, например, величезная, кали так само все спенилось, альбо дадзины неким чином сапсавались. Но это что-то это технично. У боку, есть еще некольки техничных рызыков. Я не хочу их зараз агучовать, каб мне подказывать, что называется. И мы готовы до того, что в выпадку, кали что-то не так, мы это признаем и скажем, что выборы не здесь, мы не будем никаким чином их там подтасовывать. Я ведаю так само, что сачыть за процедурой проведения выборов запрошенные международные на зеральники и керавника группы мы сустрыли сегодня на конференции у Варшаве и запытали про признание уласно выборов. Давайте послухаем. Мы скажем у своей справоздачы, что было добро, что могло быть слепее, и было сумленное, и это будет некая легитимизация. Я уже ведаю, что это не будет 100% признание, бо это вельми складанные выборы. Але вядома, что будет больше за 50% бо демократичные принципы тут есть, не зважающие на все складанности. Керавни группы на зеральников кажут, подкреслю, я уже ведаю, что это не будет 100% признание. Ну, конечно. И? Выборы все одно повинны отбыться. А что это, слухайте, 100% признание, это, кали ты проводишь выборы в умовах краины с державным ресурсом и по усих правилах и процедурах демократичной системы. Вот это, тады вядзе, это просто 100% признание. Но мы же усведомляем, что у нас нема гэтах ресурсов. Где, ярмошу, она не слухала на зеральников АБСЕ, так само хочется повторить гэтую карьеру? Нет, мы не хочем повторить гэтую карьеру, и мы не працуем на режим, и у нас нема посады, мы працуем некальки месяцев, и мы робим тое, на что вызволися. Выборы проводят не выборчая комиссия, выборчая комиссия отказывая за тое, как все было у отповедности с тем, якое решение приняла каранцинная рада. Мы не вызначаем дату проведения выборов. Вы были у той самой каранцинной раде. и мы по-разному даречу голосовали за Леной. Каб поставить кропку, у любым дякую за тое, что вы робите, бо это вельми истотная и важная справа для Беларуси и беларусов. Помылки робятся тыми, кто что-то робить. Легко не робить помылок, а нечего не робить. Со мной студы из фадарства сябры выборчай комиссии Аллена Приходька Ярослав Бекеш. А я ни до чого не закликаю и за вами покидаю решение голосовать или не голосовать. И когда голосовать, то за кого?